Вы знаете, что такое удачная парковка? Это когда ты прибыл в пункт назначения и не катаешься полчаса в поисках местных. Территорию торгового комплекса «Каширский двор» можно сравнить с Красной площадью. Поэтому здесь всегда найдется место для парковки. С вами Алексей Самсонов и YouTube-канал «Каширский двор». Следи за нашими эфирами, получай самые полезные профессиональные советы и твой ремонт будет сделан без проблем. Ну что, поехали? Точнее пошли! Фасадные краски принято различать по составу. Основные из них это силиконовые, латексные, акриловые. Но при этом надо еще помнить и про поверхности, для которых они предназначены. Это бетон, металл, дерево и даже кирпич, если кто-то захочет его покрасить. Допустим, у вас дом из дерева. Чем будете красить? Идеальный вариант – это акриловая краска. Имеет широкий спектр цветов, устойчива к механическим воздействиям. Очень прочная, паропроницаемая, что очень важно для дерева. Срок службы более 10 лет. Но такая краска стоит очень дорого. В противовес есть алкидная краска. Стоит гораздо дешевле. Красить ей можно необработанную древесину, пиленую, струганую и даже бревна. Она эластичная, прочная. Но если такой краской покрасить древесину в два слоя, образуется влагонепроницаемая пленка. И поверхность под такой пленкой будет слабо дышать, что для дерева нежелательно. А кирпичный фасад чем будем красить? Той же акриловой краской. Или латексной, как альтернатива. Она более эластична. Паропроницаемая, влагоустойчивая. Не разрушается под действием ультрафиолетовых лучей. А если у нас оштукатуренный или бетонный фасад, также идеально подойдет акриловая краска. Или силиконовая. Если нет силиконовой, возьмите силоксановую с добавлением силикона. Это практически одно и то же. Такие краски эластичны, паропроницаемы. Очень устойчивы к воздействию температуры и солнечных лучей. Ну что, возьму основные виды красок и пойду тестировать. Конечно же на улице. У нас же фасадные краски. Кстати, возьму еще и краску по металлу. Очень интересный вариант. Покажу почему. Прежде чем приступить к покраске, поверхность необходимо подготовить. Она должна быть сухой и чистой. Таким образом краска лучше ляжет и продержится гораздо дольше. Для этого потребуется щетка и пульверизатор. Казалось бы, зачем пульверизатор, если поверхность должна быть сухой? Да потому что именно вода лучше впитывает и убирает всю пыль. Влажному дереву необходимо дать время просохнуть и только после этого приступать к покраске. Но дерево как строительный материал многие выбирают из-за неповторимой красивой фактуры. А краска эту фактуру, естественно, скроет. И именно для тех людей, кто хочет сохранить фактуру дерева, существует особое фасадное покрытие. Масло по дереву. Оно не имеет запаха, в отличие от краски. Может быть прозрачным, а может быть заколеровано по вашему вкусу. Технология покрытия маслом несколько отличается от обычной покраски. Дерево не красится, а промазывается маслом. Масло сгоняется сверху вниз или снизу вверх, как кому больше нравится. Главное, чтобы движения были вдоль волокон. Это очень важно. Ни в коем случае не поперек. Вся прелесть в том, что дерево впитывает масло равномерно. И покрытие получается так же равномерно. И у вас практически нет возможности сделать пятна или какие-то ляпы. Это масло. Дерево покрывается маслом всего лишь в два слоя. И такое покрытие вам надежно прослужит не менее пяти лет. А что касается выбранного вами колера, то здесь можно обычную сосну превратить, ну скажем, в дуб или в ясень. Да хоть в красное дерево. При этом под маслом дерево дышит, а значит не заведется плесень. А масляная пленка создает надежную защиту дерева от всех погодных явлений. Ну вот, фактура дерева не только сохранена, но и подчеркнута. А если лет через пять вы захотите покрасить, нет проблем. Красим прям поверх масла. Грунтуем и красим. Кстати, краски и переходим. Для дерева вообще сложно подобрать краску. Дерево подвержено гниению, очень сильно впитывает влагу. Поэтому краска должна быть влагоустойчивой, эластичной и иметь хорошее сцепление именно с деревянной поверхностью. Лучше всего здесь подходит акриловая краска. Она как раз эластична, влагоустойчива. Дерево под ней дышит. Более того, поверхность, окрашенная акриловой краской, прослужит долгие годы. Но если ваш дом был покрашен, например, алкидной краской, то второй раз красить придется тоже алкидной краской. Но имейте в виду, для надежной защиты древесины одной краски недостаточно. Здесь необходима пропитка антисептиками и антипиренами. Это, другими словами, защита от жучков, плесени и огня. Современные антипирены делают дерево абсолютно негорючим в течение 10 лет. Вот это уже надежная защита. По сравнению с маслом, у краски по дереву выбор цветов и оттенков гораздо больше. Но посмотрите, краска полностью скрывает фактуру дерева. Поэтому выбирайте сами, что вам больше по душе. Ну а теперь перейдем к покраске металла. Раньше покраска металла превращалась в каторжный труд. Надо было зачистить ржавчину щеткой. Затем поверхность необходимо было ошкурить. Обработать преобразователем ржавчины. Ну а сейчас все гораздо проще. Достаточно металлической щеткой смакнуть крупные куски ржавчины и обезжирить поверхность. Обычный ацетон. Многие ошибочно используют white spirit, но он на масляной основе и для обезжиривания не подходит. Поскольку у нас внешние работы, то главная болезнь металла – это ржавчина. Для нашего любимого домика берем не просто краску по металлу, а краску прямо на ржавчину. Здесь так и написано. Открываем и красим. У такой краски масса преимуществ. Во-первых, мы экономим время на обработку поверхности. Во-вторых, в состав такой краски входят специальные добавки – ингибиторы коррозии. Они проникают сквозь ржавчину, останавливают процесс коррозии и как бы склеивают мелкие частицы ржавчины, не позволяя им отслаиваться. И, кстати, фраза «прямо на ржавчину» – это не маркетинговый ход. Эта краска создает своеобразную пленку, которая 100% влагонепроницаема. Таким образом, металл 100% защищен и коррозия полностью остановлена. Краска, с которой я работаю, на полиуретановой основе. И обратите внимание, поверхность не идеально гладкая, а имеет своеобразную шагрень. Это не брак моей работы или не дефект краски. Это декоративный эффект. Называется молотковый. Помимо того, что металл полностью защищен, он еще и необычно смотрится. Для металла выпускают краски не только на полиуретановой основе. Есть также краски на акриловой. А есть, как у меня, например, на алкидной. Такую краску называют «три в одном». Она имеет в своем составе одновременно и защитный грунт, и первый слой, и второй декоративный. А еще в состав некоторых красок входят восковые добавки. Они не только дополнительно защищают металл, но и увеличивают срок службы лакокрасочного покрытия до 8 лет. Возможно, кому-то захочется покрасить кирпичный фундамент или фасад дома. Лучше всего здесь подходит акриловая краска. Объясню почему. У кирпича есть особенность высол. Это когда соль проступает на поверхности. Такой своеобразный белый налет. Наверняка вы замечали. Так вот, именно акриловая краска лучше всего защищает кирпич. Но производить окраску кирпичного фасада можно не ранее, чем через год. Кирпич должен пройти полный цикл зима-лето. Иначе из-за перепадов температур окрашенный фасад будет безнадежно испорчен. Вот как здесь. У акриловой краски есть еще одно важное свойство высокая атмосфера стойкости. Это когда краска выдерживает все атмосферные явления и резкие перепады температур. Вот давайте сейчас и проверим насколько акриловая краска а заодно и кирпичный фасад выдерживает экстремальные перепады температур. На улице плюс 20 а сухой лед минус 78. Вот и посмотрим как перезимует наш окрашенный кирпичный фасад. А так как зимы у нас долгие и ждать приходится долго поэтому я пока перейду к штукатуренным фасадам. А штукатуренный фасад это как правило многослойный пирог. В нашем случае основа это бетонные блоки далее идет фасадная сетка затянутая слоем штукатурки и зашпатлевана. Несмотря на то что оштукатуренные и бетонные поверхности очень прочные они все-таки тоже поддаются разрушению. Основные требования к краскам для таких фасадов это морозоустойчивость влагоустойчивость и цветоустойчивость. Обычно используются краски на силиконовой акриловой и латексной основе. Я буду использовать краску на основе акрилатного латекса. И вот еще на что хочу обратить ваше внимание. Посмотрите краска не скрывает недочеты подготовки поверхности. Поэтому требуйте от ваших строителей правильной тщательной подготовки стен. Иначе все недостатки будут на виду. После нанесения первого слоя ждем минимум сутки и красим второй раз. и вот тут важно помнить слоев может быть два пять или даже десять но работают в качестве защиты только первые три. Все остальные лишь повлияют на глубину цвета. А у нас как бы наступила весна и пора проверить как перезимовал наш кирпичный фасад. И снова резкий перепад температур из минус семьдесят восемь в плюс двадцать. Ну что ж акриловая краска проявила себя самым лучшим образом. Это максимальная оценка. Кстати а взять ее мне порекомендовал профессиональный продавец консультант в торговом комплексе Каширский двор. Любая качественная фасадная краска должна обладать грязеотталкивающими свойствами и хорошо чиститься. И не важно дерево это штукатурка или металл. Этот куб я оставляю здесь на территории торгового комплекса Каширский двор на полгода чтобы вы смогли приехать и лично убедиться в качестве этих фасадных красок. Это будет самым сложным тестом для наших красок в котором судьями будете вы. покупать с вами был я Алексей Самсонов и ютуб канал Каширский двор Подписывайся на наш канал, следи за нашими эфирами И ты сможешь сделать не только качественный ремонт, но и сэкономить При покупке на сумму от 3000 рублей ты получишь такую дисконтную карту С ее помощью ты получишь дополнительную скидку в 5 и более процентов На товары для ремонта и дизайна интерьеров в торговом комплексе Каширский двор Пока!